МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На гэтым тыдні пагоршится. Ночные заморозки протрымаются до выходных. Белорусская чыгунка призначила додатковые тягники со столицы до Гомеля. А зараз об гэтым и іншим больше подрабязна. Християне протягивают святковать Великдень. У православных распочалася светлая сядмица, у католиков – Октава. У весь тыдень у храмах будут тясти особливо урочистые новоженствы. Не здесняются вянчанни и поминальные молитвы. Отменяются постные дни у сираду и у пятницу. Треба ходить у гостя, частоваться, катать яйки и есть у куличы. Великодные урочистости протягиваются 40 дней до святого шестя. Увесь в этот час сирот верников принята витать один одного словами «Христос у воскроз» и отказывать саправды у воскроз. На дворье у регионе на гэтым тыдні пагоршится. Ночные заморозки протрымаются до выходных. У будние дни опадков не чекается. У суботы и у неделю макчимы короткочасовые дожджи. У ночи и ранеца, и на дорогах заховается халалёдзица. Ночи будуть холодными. Слубки термометров опустятся до 7-8 градусов морозу. У день поветра прогреется до 8, максимум 11 градусов тепла. У сираду у день макчимы порывы ветру до 14 метров за секунду. Да и рекомендуя водителям, які поставили на автомобиле летние шины, устриматься от поезда к приминусовой температуре поветра. До інших тем. Трагедии скончился пожар у Добруши напереды дни выходных. У вынику згорания у приватным доме загинули пенсионерка и ее 9-годовый правнук. Як оказалось, на момент пожара у цагляным двухквартирным доме находились три человеки, пожилая женщина и ее двое правнуков. 11-годовая девочка и 9-годовый хлопчик. Як только стала разгораться полыми, девочка прочнулася, вышла с помешканья и накировалась у соседнюю квартиру, как покликать на допомогу мати. Ее молодший брат и прабабуля застались у доме. У вынику выратовать их не удалось. Звяном газа дымохонной службы хлопчики пожилая женщина были знойдены у охопленной огнем квартиры без прикмет життя. Обращаем внимание взрослых на не оставление детей одних без присмотра. Детская шалость с огнем является причиной пожаров, гибели и травматизма детей. Уделите 5 минут своего свободного времени ребенку, рассказав ему о трагических последствиях, которым может привести детская шалость с огнем, а также правильных действиях в случае возникновения пожара. У Речицком районе 17-годовая девочка отрымала серьезные травмы, кали спробовала сделать селфи у закинутым промысловым будинку. Несчастный выпадок отбился 11-го красавика у городе Василевичи. Потерпела навученка, якая проходит практику на мясовом предприемстве. Девочка поднялась на другий поверх закинутого крухмального завода, а ленья утрымалась у окне и упала с 6-метровой вышины. Выпадковые светки почули крык и выкликали брыгаду худкой допомоги. Потерпелая находится у больницы с пераломом ноги и травмой позвоночника. Супрацовники Речицкого районного отдела внутренних справ и районной прокуратуры проводят проверку. СНИД На радовницу наведывание могилок в зонах отчужения и отчаяния будет позволено без специальных пропусков. С 22 по 25 красавика уезд будет открыт с 8 ранец до 17 годин. Громадянам необходимо иметь с собой только пашпорт и документы на транспортный сродок про его наявности, как обозначиться над ним с КПП по шляху руху. Варто память, при наведывании могилок в зонах отчаяния и отчаяния треба обовязково выполнять правила радиоцинной и пожарной безопасности. На запруженной территории забраняется выпаливать сметки, корыстаться водой за открытых крыниц, избирать дикорослые и лековые рослины. Не рекомендуется брать с собой неполналетних детей. При выезде с территории Полесского радиоцинно-экологичного заповедника будет жатюляться радиоцинный контроль. Белорусская чагунка призначила додатковые техники со столицы до Гомеля. Это связано с сезонным повеличением пассажиропотоку. С сегодняшнего дня техник межрегиональных линий бизнес-класса Минск-Гомеля кроме пятницы и недели будет курсировать так само с понеделка по четвер. Час отправления со столицы 14.56. Прыпынки продугледжены на станциях Осиповичи, Бобруйск и Жлобин. На Бученко 51-й гомельской гимназии отрымала бронзовую медаль на 6-й европейской математичной олимпиаде, якая пройшла у Швейцары. С 2012 года такие споборниства проводятся специально для подрымки математично одоранных девочинок. С переможцей с Устреуси Алексин Серов. Сегодня в списке существенно знакомитых женщин-математику больше 40 прозвищев. Наверное, первый программист планеты, так само женщина, графини Лаулейс. Хоть и лечится, что до докладных наук больше сдольные мужчины, представницы про гожие половые человечества свой след у математиса так само покинули. Правда, про это все-таки признаются. Доказать, что ты лепше, часом, ведь меня просто. Наверное, на те же международные школьные олимпиады девочин часто просто не берут. В миновитое с этой нагоды, с 2012 года, проводится Европейская математичная олимпиада для старшеклассниц. Все это у ее приняли удел больше 60 человек из 16 краин Европы. Гомельчанка Юлия Куриленко отримала бронзовую узнагороду. Конкурс для того, чтобы девушки могли себя проявить. Потому что, как правило, на международной олимпиаде по математике есть одни парни. Там очень мало девушек по процентам. По-моему, говорили, что там около 16 процентов. Для Юлии Куриленко это не первая перемога. По особенности, из-за прошения на международное споборненство, она отримала по выниках выступлений на республиканских олимпиадах. До речи, сама Юлия до математиков-мужчин относится с симпатией. По первой любому предмету узнаженной ступени от классного керовника, наставника-методиста Александра Струка. По-другому, начиная с 5 класса, она отспрячивает статус лепшей у математиса с одноклассником Ягором Доубовиком. По особенности, их и рехтовали по подобных методиках. Опыт немножко есть. У нас Егор Доубовик, он уже два раза ездил на международные олимпиады, привозил бронзу с 56-й в Таиланде, международные олимпиады, в Дуган-Конге 57-й тоже бронзовая. Для Юлии Куриленко эта перемога уже другая в этом году. В лютом она привезла диплом третьей ступени с балтыцкого конкурса до следующих работ. У 51-й Гомельской гимназии, гэтами перемогами генерация, у речи гэта выник шматыхадовой метанакерованной работы. Только по выниках опошней Республиканской олимпиады по учебных предметах, 51-я Гомельская гимназия трамала 11 дипломов, больше, чем любая иншая середняя научальная установа в области. Что отречется Юлией Куриленко, то напердзе у ее ящедные споборництвы и поступление у Белорусский державный университет. Не глядя на то, что, как перемога Республиканской олимпиады, поступать она может без экзаменов, девчина все-таки вырешила сдать ЦТ, чтобы еще раз проверить свои веды. 22-го кроссовика Юлия Куриленко премьет в делу олимпиады, которая пройдет в Белорусском державном университете. Это будут ей опошницы в статусе школьницы. В осенью девчина поступит в ОВНУ, будет учиться на программиста. Кто ведет, мы снова почуем Юлию Куриленко, как инноваторы в сфере высоких технологий. Александров, Евген Макеенко, телерадо «Компания Гомель». Приводить у парадок прибережные зоны водоема у напереда дня открытия сезонно-масового отпочинку будуть подчас республиканской акции «Чистый водоем». Я на пройдя с 19-го по 28-го кроссовика. У акции примутю дел работники межрайонных и областных инспекций Аховы Живельного и Рослинного Свету, супрацовники Минприроды, представники органов Улады, студенты и школьники. У минулым годзе подчас проведения такого мероприемства от сметки было очищено больше, как 2000 километров береговой линии водоема Украины. Парижский книжный салон открылся у Гомельским палаце Румянцевых и Паскевича. Уникальная экспозиция – знайомець с творами европейских письменников, выдаденными у Парижа в 19-м стагодзе. У книжных салонах Европы вялись оживленные дискусии, декламывались литературные творы, нараджались новые идеи. Сталыми наведывальниками салонных сходов у свой час были Виктор Гюго, Вальтер, Франсуа Деларушфуко. Салоны оказали велизарный уплыв на развитие французской литературы, творы, якое складали значную частку книжные коллекции князю Паскевича. Гомель открывает велосезон. У неделю 23-го красавика у 11-го дня от площади Ленина будет даден старт в основном велопробегу. Он пройдет по улице Советской, по объездной дороге до Сонечной, после Парижицком проспекте, в улицах Барыкина, Фрунзе и Пролетарской. Финишуют велосипедисты на площади Ленина. У мероприемстве принять удел могут все жадающие во взрослении 16-го года. Гэта, а так само и иншая новины, вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфира «Спортывный агляд». З новинами спорту вас познаемить мой коллега Максим Савин.